Слава Господу, друзья! Сегодня я хотел бы поделиться теми вопросами, которые Господь полагает на мое сердце. Я верю, что они будут важными для каждого из нас. Вы знаете, когда мы приходим к Богу, первое, чему мы с вами учимся, вот давайте вспомним, чему нас учили наши наставники, когда мы только-только-только покаялись. Нас учили молиться, правда? Несколько прямых и простых советов, которые дают наставники новообращенным людям. Ты должен читать Библию, обязательно старайся понять волю Божию через Библию. Ты должен разговаривать с Богом через молитву, и ты должен приближаться к верующим людям. Ты должен проводить время с верующими людьми для того, чтобы учиться, как правильно жить. Правда? Каким должен быть наш образ жизни. И молитва, это очень естественно для каждого из нас. Как ребенок учит ходить, учится ходить, вот он рождается, он потихонечку сначала с того, чтобы голову подержать, потом чтобы сесть, а потом начинает ходить. Точно так же мы с вами, когда приходим к Богу, мы начинаем учиться молиться. И абсолютно нет смысла подробно рассказывать важность молитвы и о том, что это нужно. Об этом сказано очень и очень много. Но интересно, что когда мы с вами духовно растем, наша молитва, она меняется. Вы замечали это в своей жизни? Я вот точно замечал. Когда человек пришел, только пришел к Богу, это так трепетно молитва. Это вот такое какое-то состояние. Это все равно, что наши дети, они растут. Вот и ты видишь, что в какой-то момент вот он еще ползал, да? А потом ты смотришь, он уже стоит возле дивана. И он хочет сделать какие-то шаги. И вы видели, как это происходит? Ну вот я не помню деталей, допустим, мои родители рассказывали так, что когда-то там давным-давно, когда я был маленький, там в какой-то момент они поехали к бабушке. И вдруг они увидели, что я иду по комнате. Что происходит? Все замирают обычно, да? И такие, раз, чтобы не спугнуть. Пускай идет, пускай идет. И современные родители, они что делают сразу же? Телефон, да? Сразу первый ролик на везде, куда можно. И ВКонтакте, и туда, и сюда. И все лайки ставят. Наконец-то он пошел. Вы знаете, такое ощущение, что вот этот маленький ребенок Нобелевскую премию получил. Правда? Но он всего лишь пошел. Так Господь его устроил, что он пошел ногами. И то же самое с нашей молитвенной жизнью. Вот мы покаялись, начали молиться, да? И вдруг, в какой-то момент, вот такого вот молитвенного, может быть, эти молитвы сначала они такие корявенькие, может быть, не совсем по Писанию, знаете, там себе ты еще не понимаешь, что по Писанию, что не по Писанию. Но вдруг ты помолился, а Бог ответил. Вы представляете, да? И вот это ответил вот такому молодому верующему человеку, это все равно, что ты первый раз пошел ногами, как ребенок, который пошел. Ты приходишь и говоришь, я вчера там… Не хочу я больше таких микрофонов. Это микрофон Валентина Романовича. Он, знаете, он разговаривает его голосом и слушается только его. Меня долго уговаривали его брать, я так не хотел, но думаю, ладно. И вот видите как. Итак, только Бог ответил тебе на твою молитву. Ты там, например, вышел на остановку, примерз к этой остановке. Ты просто возвал, Господи, пошли мне автобус номер 29. Приезжает, пустой, и денег не взяли. Ты говоришь, яс, и все знают. И ты приходишь на домашнюю группу, рассказываешь, весь полон такого. Везде понаписывал. Бог благ, смайлики и сердечко. Бог силен, разные всякие штучки. Аллилуйя, он отвечает, да? И верующие, которые уже давно, они смотрят на это все и так кивают головой. Молодец. Да, брат, да, молодец. Так и так. Ну, делай, делай, да? Так оно похоже. А сами смотрят на него и думают, ну, я-то уже серьезно верующий человек, правда? Я уже понимаю, как работает молитва. Согласитесь, когда мы с вами научились ходить, слава Богу, мы все научились с вами ходить, те, кто сегодня пришли сюда, мы очень спокойно к хождению относимся. Правда? Мы просто встаем и ходим. Бывает, что мы встаем не с той ноги, и все это знают в нашем окружении. Ну, в общем-то, сам процесс хождения для нас – это не тайна. Это не какое-то такое что-то. И вы знаете, что интересно? То же самое происходит с нашей молитвенной жизнью. Мы все с вами умеем молиться. Это для нас не тайна. Правда? Мы спокойно относимся к каким-то результатам, мы спокойно относимся к тому, сему. И где-то даже оно в каком-то смысле флегматично и в каком-то смысле, знаете, так, ну, как бы потеряло для нас свежесть, потеряло для нас откровение, потеряло для нас вот этот момент радости. Это очень и очень часто мы можем видеть в нашей жизни. Жизненный опыт, который появляется у нас, из чего он состоит, друзья? Он состоит как с отвеченных молитв, так и не с отвеченных молитв. Правда? И, к сожалению, очень часто такое бывает, что как раз неотвеченных молитв в нашей христианской жизни с вами больше. Правда? Отсюда приходит определенный цинизм. Отсюда приходит определенная такая, ну, как бы, можно сказать, спокойное состояние по отношению к молитвенной жизни, к молитве как таковой. И иногда мы называем это духовной зрелостью. Дескать, знаете, я не кидаюсь словами, я там понимаю, что говорю, но бывает так, что внутри себя мы попросту начинаем сомневаться вообще в том, что кому-либо там где-то нужны наши молитвы. Вот я вот сейчас никого конкретно не спрашиваю, но я знаю точно, что бывают такие моменты, когда ты смотришь на это все, и ты думаешь, кому это вообще надо? Ну, вот реально. Я молюсь, молюсь, и что? Годами молюсь, и что поменялось? Кому это надо? И приходит какое-то такое внутреннее, ну, определенная горечь, внутреннее разочарование. Как бы да, мы верим, что Бог, Он слышит нас. Да, мы верим, что Он отвечает на наши молитвы. Все Он может. Но мы перестаем верить в то, что Бог может вот прямо здесь, вот прямо сейчас, после моей молитвы совершить чудо. Дети, они верят. А те, кто уже прошел какой-то путь с Господом, перестает верить. У детей нет опыта поражений, поэтому они верят. У нас есть опыт поражений, поэтому для нас это сложно. Поэтому, когда, например, на домашней группе или кто-то приходит и говорит, у меня болит голова, мы такие, ну, давай, Господь во имя Иисуса, исцели его голову, да будешь ты благ, и тогда. Все сказано правильно, претензий нет. Но вы понимаете, вот в этом шаблонном подходе ощущается этот опыт. Вы понимаете, да? Вот этот вот опыт разочарования в своих молитвах. Ты говоришь все прекрасно, ты говоришь по Писанию, но у тебя не хватает внутренней веры и внутреннего такого вот контакта с этими словами, которые ты говоришь. Максимум, на что тебя хватает, это если повезет, то будет исцеление. И когда ты спрашиваешь человека, ну что, что-то произошло, он говорит, нет. Ты как бы внутри себя говоришь, ну, верь, продолжай, а внутри себя можешь сказать, ну, как бы, а что, собственно говоря. Такая жизнь. Что ты ожидал? Ты что, ожидал, что вот это вот сейчас ты помолишься, буквально, и все что-то произойдет? Не было такого у вас? Было-было, я знаю. Просто неприятно и немодно в этом сейчас признаваться. Ну, ничего страшного. Мы поговорим, как говорится, между нами. Друзья, почему Бог должен отвечать на наши молитвы? Задавали себе такой вопрос? Я задавал. Ну, почему Он должен, именно должен, понимаете, отвечать на мои молитвы? Кому Он вообще что должен? Ну, реально, Бог самодостаточный. Что Он, скажите, вот Он нуждается в моих молитвах или я нуждаюсь в том, чтобы молиться? Я когда-то думал такую штуку, что Богу вообще очень нужны мои молитвы. Знаете, зачем? Это что-то такое. Это было детство, но все же это такое представление, как бы, что чуть ли он не батарейки заряжает моими молитвами. Знаете, свои духовные батарейки. Он, вот если я буду много молиться, ему там будет хорошо. Не, серьезно. А если я попощусь, так это вообще бонус к молитве. А десятину принесу, так это вообще тройной бонус и медаль мне шоколадная. Послушайте, это такое вот представление. Я знаю, что тоже оно есть среди нас. Но если Бог самодостаточный, тогда, в общем-то, это подразумевает, что как бы у Него все есть. Его батарейки заряжены. И помолюсь я или не помолюсь, ничего не изменится. И тут встает вопрос, вообще тогда зачем молиться? Если ничего не изменится, ничего не будет меняться относительно того, помолился я или не помолился, так может быть, расслабимся? Все затихли, да? Друзья, большинство людей, хоть и подсознательно, но верят в подобные вещи и задают такие вопросы. И когда все больше и больше таких вопросов, люди перестают молиться. Приходит вот такая вот апатия. Еще раз я говорю, что мы все способны говорить правильными словами. Мы все способны сейчас просто открыть Библию убедить, что молитвенная жизнь, она должна быть вот такая, всякая, пятая, десятая. Но внутри нас есть вот этот червячок какого-то такого неверия. Ладно, скажем, у некоторых из нас есть червячок вот такого неверия, который приводит нас к апатии. Если он такой мудрый, если он такой сильный, то почему он это сам не сделает? Зачем ему нужен? Посмотрите на меня. Я работаю где-то там, непонятно что, непонятно какое у меня образование, что я за человек. И что? Вот реально, вы считаете, что моя молитва может что-то изменить? Не, ну, понимаете, да? И расслабление приходит, разочарование. Ты уже не думаешь о тех первых шагах, которыми ты ходил. Ты просто, ты просто живешь. Вы знаете, друзья, когда мы понимаем, что мы делаем и почему мы это делаем и зачем мы это делаем, вот когда в любом деле, это добавляет нам определенной мотивации. Правда? Вот, ну, реально, когда ты, например, проходишь какое-то лечение и тебе говорят, тебе надо вот это, вот это, вот это и вот это. И объясняют, почему. Потому что вот это производит в твоем организме вот такую реакцию, а потом оно связано с этим, поэтому тебе надо подкрепить вот этим и ты понимаешь, зачем все это приключение. Согласитесь, да? А когда тебе просто что-то дают и ты не понимаешь. Говорят, стой на голове, надо полчаса в день стоять. Ты говоришь, зачем? Это тупость такая, что мне легче станет? Стой. Ты не хочешь стоять, да? Но если тебе грамотно объяснят о том, что это повлияет на твой кровоток, там, например, еще что-то там произведет в твоей жизни, будешь стоять. Будешь стоять. На куяльнике люди грязью мажутся. Знаете почему? Потому что понимают, как она действует, ну, хотя бы отчасти, на организм. Правда? Бывает. Не спорю. Я помню, в детстве там приезжали мы на куяльник. О, у меня палец болит там. Ну, на мажь-мажь. Все, хожу, мизинец в болоте. Все, лечусь. Мне объяснили о том, что она помогает от всех болезней. Знаете? Послушайте, посмотришь какого-нибудь Малахова, он тоже объясняет. И люди вытворяют такие глупости, но они получили ответ, почему это будет работать. Да? Когда мы понимаем, почему мы молимся, это нас мотивирует. Вообще, кому нужны мои молитвы? Ну, реально. Когда я понимаю, кому они нужны, я буду молиться. А если я не понимаю, так я и не буду. Правда? Ну, по большей части. Понятно, что можно понимать, что важно, но все равно не молиться. Но тем не менее. нам нужно учиться. Вы знаете, когда человек не знает, что делать, это всегда сложно. Когда у нас нет опыта, это всегда сложно. Я помню также в детстве, когда-то я понял, что такое электричество. Я понял, почему нельзя лезть в резервку. Мне дали подержать заряженный конденсатор, может быть, в вашей жизни или в детстве тоже был такой конденсатор. Их специально в резервке заряжали, и они так разряжались красиво, больно. Я понял, что такое электричество. Получил ответ на почему. Я получил ответ на почему, почему нельзя запивать огурцы молоком. Вы знаете, стараюсь бодрствовать. Многие тоже получили ответ. Правда? Я хочу вспомнить, почему мы молились с вами, когда пришли к Богу. Что было вот этим внутренним стержнем? Что было ответом? Когда-то один из служителей, Джон Уэсли, сказал следующее. Бог ничего не делает на земле, кроме ответов на молитвы веры. Бог ничего не делает на земле, кроме отвечая на молитвы веры. Знаете, я прочитал эту фразу, и я так себе задумался. Вообще-то, если это правда, что все, что происходит на земле, это результат того, что Бог отвечает на молитвы веры, тогда вы знаете что? Надо молиться. Тогда молитва становится чем-то таким достойным и важным, ради которого можно не посмотреть телевизор, ради которого можно пропустить что-то, ради которого можно даже попаститься, например, пропустить обед, пропустить два обеда, несколько дней обеда можно пропустить. Вы понимаете, да? Если это правда, если это действительно так работает. И вы знаете что? Я верю, абсолютно верю, что наши молитвы имеют смысл. Я верю, что абсолютно в каждом из нас есть потенциал того, чтобы через нас Бог мог начать и производить пробуждение. Я верю в это. Вообще не важно, кто вы. Вот честно вам скажу. Не важно, какое у вас образование, прошлое, и что у вас происходило в жизни. На сегодняшний момент, если вы примирились с Господом, если вы стали частью Его тела, «Я верю в то, что есть смысл в ваших молитвах». Верите ли вы в это? Ответ на то, почему необходима молитва, лежит конкретно в первоначальном Божьем плане, в плане сотворения человека как такового. И давайте мы с вами посмотрим некоторые места Писания. Речь идет об Адаме. Адам, он не был просто человеком, ну, первым. Это не просто так. Он был тем, кто управлял землей. Вы понимаете это, да? Он делал это, потому что Господь ему сказал это делать. Он делал это от имени Господа. И я верю, что вот когда мы посмотрим на этот изначально чистый Божий план, вот что Бог хотел для Адама, я верю, что Бог хочет для каждого из нас. Хотел бы, чтобы те же принципы действовали в нашей с вами жизни. Давайте посмотрим. Псалом 8, 4, 9 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Овец и воловсих, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями». Итак, смотрите, изначально функция человека была задумана Богом, как того, кто управляет. Управляет. Кто такой управляющий? Вот мы видим, например, мы приходим в супермаркет, у нас есть какие-то вопросы, мы говорим, позовите менеджера. Менеджер – это управляющий, слово такое современное. Мы можем сказать, и управляющего позовите, все равно позовут менеджера. Тем не менее, придет к вам человек, он не хозяин магазина, он тот, кто управляет магазином, он подписывает бумажки, он выдает зарплаты, он кого-то ругает, кого-то награждает, он говорит, когда пол нужно помыть, что сделать, он отчитывается перед своим хозяином, но он не хозяин. Вы понимаете, да? Есть некто, кто выше него. Вот то же самое Бог дал Адаму. Большой такой супермаркет, можно так сказать, да? Из зверей, из земли, полей. Он говорит, я хочу, даю тебе указания, возделывай, охраняй, назови их, кстати, по именам всех вот этих, которые там бегают, я их создал, а ты их назови там, да? И так далее. Он управляющий, но очень высокого уровня. Написано, Бытие 2.15, и взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Слово хранить переводится с еврейского как шамар, или означает охранять, защищать. И в буквальном смысле Адам был поставлен Богом на земле, быть охранником еще земли. Он тот, кто отвечал за землю, главный по земле, если можем так сказать. Он ее должен был оберегать, он должен был заботиться о ней и делать все то, что Господь ожидает от него. Адам представлял Бога на земле. Что делает представитель? Это другое слово, которое мы говорим. Управляющий, да, есть слово, а есть представитель. Представитель – это некто, кто приходит и представляет человека за собой. Да? То есть ты приходишь и говоришь, я действую от имени, вот его. Ты можешь, у нас сейчас тоже есть представители, мы их иногда называем адвокатами, да. Ты можешь в суд не идти, но за тебя пойдет человек. Он говорит, я представляю интересы вот такого-то Васи Катушкина, например, да. Он сотворил вот это, или не сотворил вот это, мы все отрицаем там, ну и так далее, и тому подобное. Это представитель. Но мы понимаем, что для Адама это немножко сложнее. Он должен был представлять Божью волю для всего человечества и всего творения. Вы представляете это, да? То есть он приходил и рассказывал, он представлял Бога через определенные вещи, через то, что он говорил. Но одно дело представлять человека, интересы человека, другое дело представлять интересы Господа, согласитесь, ну как бы разница есть, достаточно большая. Именно поэтому, чтобы помочь людям легче представлять себя, Бог создал человека таким образом, чтобы человек был похож на Господа. Согласитесь, это немножко легче представить, да? Легче представить того, кто на тебя похож. И Бог создал человека, похожим на себя. Написано, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Это Бытие 1,27. Иными словами, Бог сделал Адама настолько подобных, что это похоже было на иллюзию Бога. И вот смотрите, интересное здесь и слово целым, переведенное как образ. И если мы смотрим разные значения этого слова, оно также имеет значение, как призрак или иллюзия. Смотрите, что это значит. Что такое иллюзия? Мы как бы что-то видим, но когда мы рассматриваем это ближе, мы понимаем, что это всего лишь иллюзия, что это не настоящее. Творение, оно смотрело на Адама и говорило, подожди, подожди, это Бог? А, не, 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 это всего лишь человек. Уловите вот этот момент представительства, уловите этот момент. То есть творение, глядя на человека, оно было задумано таким образом, человек был задуман таким образом, чтобы в нем творение увидело посланца Господа, того, кто приносит волю Господа, того, кто говорит о каких-то законах или охраняет, говорит о пределах свободы от Господа. Вы понимаете, да? Это был изначальный задум Бога для человека. Он выражался в Адаме, но, в общем-то, если бы грехопадение не произошло, это то, чем мы с вами должны были бы заниматься, находясь там, в Эдемском саду, находясь там, в присутствии Господа. Вы понимаете, да, насколько все серьезно? Итак, Адам представлял Бога, представлял Его волю на земле. И то, как развивались события на земле, будь это к лучшему или к худшему, зависело от Адама и от его потомков. Если бы земля по-прежнему оставалась раем, это было бы так же зависимо от Адама. И если земля потеряла свой Эдем, можем так сказать, это так же зависело от Адама. Иными словами, он был представителем высочайшего уровня. Настолько высочайшего, что от его решения зависело то, как будет выглядеть земля, как будут выглядеть люди в будущих поколениях. И мы знаем, что Адам не справился со своей задачей как Божьего представительства, как Божьего защитника. И мы имеем то, что с вами имеем. Мы имеем землю, мы имеем мир, который погряз в грехе. Мы имеем все кувырком, потому что в какой-то момент изначальный план не сработал. Человек, который должен был его нести, не справился. Он принял неправильное решение. И знаете, что интересно? Бог посчитался с этим решением. Мы можем посмотреть как бы вот так вот чисто по жизненным обстоятельствам. Окей, есть супермаркет, есть управляющий, есть хозяин. Да, супермаркет пошел просто в банкротство, потому что управляющий принял какое-то неправильное решение. Что сделали? Подали в суд на управляющего, посадили его в тюрьму до конца жизни и пытаемся что-то менять. Да? Но Бог поступает другим образом. Он принимает результат. Он не отказывается от этого управляющего. И когда на земле все пошло кувырком, это произошло из-за человека. И мы знаем, что в тот момент не просто, ну, как бы, все стало плохо. В момент грехопадения Адама управление перешло к другой личности. Если хотите, это был рейдерский захват. Змей. Хитрее всех. Сатана. Враг душ человеческих. Он обманул этого управляющего. Обманул Адама. И все документы были переписаны на него. Вы понимаете, да? И если он раньше был влиятельной личностью, то потом он стал просто, просто человеком, просто неудачником, просто тем, кто все испортил. Вот что случилось с человечеством. Человечество было действительно, изначально, во главе всего проекта под названием Вселенная, под названием Земля. Власть была над землей Адама полной и окончательной. Настолько полной и окончательной, что он способен был сам отдать ее другому. Вы понимаете, да? Подпись Адама была настолько серьезной, что он мог переписать это на змея все. И вы помните историю, когда Сатана, он искушал Ишуа? Это Луки 4 глава 6-7 стих. Одним из предложений, которые он хотел сделать Ишуа, было следующее. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». В этом контексте, вы слышите, что он ему предлагает? Он говорит, «Это мое». И тот не спорит с ним. И что он не говорит? «Что ты брешешь? Иди отсюда». Нет, он просто молчит. Да, выслушивая это все. Говорит, «Это власть моя, и я, кому хочу, ее отдам. Если ты поклонишься, иными словами, если ты признаешь меня хозяином, не Господа, а меня, изначально поклонишься мне, будешь моим управляющим на этой земле». Понимаете, да? При этом он умолчал о том, что будет дальше после смерти. Что происходит с таким человеком, который становится управляющим у сатаны. И мы видели этих управляющих. Мы видели Вавилон, видели Рим, видели Цезарей. Они были управляющими сатаны. Они действовали, разрушающие на весь этот мир. Они творили волю их хозяина. Помните, Ишуа обращался к фарисеям, говорит, «Отец, ваш дьявол». То есть, это значит, ты творишь волю своего отца. Ты делаешь то, что нормально для твоего отца. Итак, когда он говорит о том, что власть передана ему, он не обманывает. И мы знаем, что сам Ишуа в разных местах Писания, Иоанна 12, 31, 14, 30, 16, 11, он называет сатану князем этого мира. Он говорит, «Вон он идет, только во мне он ничего не имеет. Нет части, нет контакта у него со мной. Я ему ничего не должен, и он мне не должен. У нас нет ничего общего. Мы по разные стороны. Итак, что мы видим? было Божье решение производить свою работу на земле через людей. И оно было настолько полным и окончательным, что оно стоило Богу того, что ему необходимо было воплощение для того, чтобы вернуть то, что Адам потерял. Он должен был стать частью человеческой расы. Еще раз, уловите вот эту мысль. Бог мог вот так все поставить на свои места, одним щелчком, поставить сатану на свое место, уничтожить его просто, как будто никогда не было. Мог мгновенно изменить этот мир, но он идет другим путем. Он посылает совершенного человека для того, чтобы вернуть эту власть человечеству, власть управлять этим миром от имени Господа. Он ее не забирает просто себе. Человек Ешуа, будучи на 100% человеком и будучи на 100% Господом, приходит в этот мир для того, чтобы забрать то, что было потеряно, для того, чтобы вернуть в правильную колею изначальный Божий план для человека. Мы говорили об этом плане. Заботиться, управлять, быть представителем Господа здесь на земле, как для земли, для других людей, а также для тех творений, которые находятся на земле. И в этом, друзья, мы видим однозначное желание Бога действовать здесь на земле через человечество, через верующих людей. через нас с вами. И я считаю, что именно вот в понимании этих вещей лежит причина необходимости молитвы, друзья. Бог со времени творения, еще с Адама решил действовать через людей. И его намерения остаются прежними. Писание ясно говорит, что Он ограничивает себя для этого, для того, чтобы действовать через нас. Смотрите, разве это не причина того, что сейчас этот мир в беспорядке? Бог действует через людей. Это не потому, что Бог вот так хочет, чтобы кругом был беспорядок. Бог хочет использовать нас с вами для того, чтобы в этот пропащий мир приходил Божий порядок, Божий покой. Смотрите, разве не видим мы этого всего в Писании? Бог и человек в Писании всегда действуют вместе. Всегда мы можем читать о том, что Бог ищет верных людей, Бог нуждается в тех, через кого Он может действовать, Бог нуждается в пророках, Бог нуждается в судьях, которые бы приносили Его суды. Это то, что делал Адам. Он должен был судить. Бог нуждается в пророках. Что делают пророки? Они приносят Слово Бога, они представляют Бога. Бог нуждается в Мессии, который рожден от человека. Он нуждается в наших с вами руках, для того, чтобы мы возложили их на больного человека и помолились за этого человека. Вы помните Марка 16 главу, так называемое Великое Поручение, да? Ишуа, когда уходит из этого мира, говорит, идите по всему миру, руки возлагайте, за больных молитесь. Он бы мог сказать, слушайте, расслабьтесь, я все сделаю. Он говорит, пойди, то есть, сделай какое-то действие, возложи, помолись, делай, а я услышу, и будут знамения того, что вы мои, будет результат, а ты делай, а я помогу тебе, будет результат. Я хочу, чтобы ты представлял меня в Иерусалиме, Самарии и до края земли. Я хочу, чтобы ты приносил туда мою волю, мой суд, мое слово, мое представительство. Ты не пустое место. есть Божий план для тебя, есть изначальный задум Господа у нас с вами, у людях. Итак, Бог поощряет нас молиться за делателей на Нивы Божьей, за то, чтобы наступило Царство Небесное. Когда ученики приходят к Нему и говорят, научи нас молиться, Он говорит, молитесь так, Боже, дай нам хлеб насущный, да, Он говорит, просите у меня, учитесь взаимодействовать со мной, я буду отвечать на ваши молитвы. Мы же с одной стороны понимаем, типа, ну, как бы, Он же знает, что у меня еды нет, так что просить? Он знает, что у вас нет еды, Он знает, что у вас нет работы, Он знает, что вы плохо живете, Он знает, с какими проблемами вы сталкиваетесь, но Он хочет действовать в вашей жизни через ваши молитвы, через изначальные функции, которые Он вам предназначил делать. Друзья, Он хочет, чтобы Его попросили, Он хочет, чтобы был этот контакт, чтобы наши сердца разделяли Его тоску о неспасенных людях, Его переживания о других, о себе, об этом мире. Он хочет, чтобы мы были теми управляющими, которые имеют один взгляд вместе с Ним на все то, что происходит. И вы знаете, когда смотрим Писание, мы можем увидеть разные примеры того, как Бог использует людей. Одним из ярких примеров является Илья. И мы помним эту историю. Помните, когда-то давным-давно Илья, он помолился, и не было дождя три года. Вы помните, да? Искали его во всех царствах, потому что вы представляете, что в Израиле нету три года дождя. Это кошмар. Все просто умирали, не могли ничего сделать, потому что нету дождя, и все. И в какой-то момент, после всех приключений, он приходит к Ахаву по повелению Господа. Если вы хотите посмотреть детально, это Третье царство, 18 глава. И после определенных событий, которые там были с пророком Иваала, он говорит о том, что будет дождь, будет дождь. Бог обещает, он говорит, пойди к Ахаву и скажи о том, что будет дождь, помолись и будет дождь. И мы понимаем, что Бог захотел дать дождь, но Исаия, Илья вернее, он должен был помолиться о дожде. Вы видите, да? С одной стороны, есть Божья воля для Израиля на тот момент, Бог говорит, «Я хочу дать дождь». С другой стороны, Илья должен был обратиться к Господу. И вы знаете, что делал он это, знаете, сколько раз? Семь раз. Семь раз. Ему нужно было помолиться о дожде. Он знал Божью волю, но ему нужно было помолиться. Если Бог хочет дать дождь, так зачем ему Илья? Но Он хочет, чтобы некто, представляющий людей, по сердцу его, помолился к нему, обратился с просьбой. Бог хочет использовать людей. И Иаков говорит в 5 главе 17 стихе, «Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Иаков, говоря об этой ситуации, дальше в контексте, мы можем увидеть, он говорит о том, что много может усиленная молитва праведного человека. Много может. Друзья, и тут написано, что он был человеком подобный нам. Он просто исполнял Божью волю. Иногда надо помолиться семь раз, иногда сорок девять раз, иногда четыреста девяносто раз. И может быть, ты знаешь волю Божью, да? Бог сказал в твоем сердце, вот этот человек, он будет исцелен. Ты два раза возложил руки и сказал, не работает. Положи третий раз, положи четвертый раз, понимая свою роль, понимая свое предназначение от Господа как верующего человека. Послушай, это серьезно, это настолько серьезно наша с вами миссия, что еще они пожалели. Бог считается с нашими молитвами, Богу нужны наши молитвы, хоть он и самодостаточный, он хочет, чтобы мы обращались к нему с просьбами, он хочет действовать через тело свое, здесь на земле, через церковь, через общину свою, он хочет действовать через твои руки, он хочет, чтобы ты их возлагал на больных, он хочет, чтобы ты провозглашал его слово в те обстоятельства, которые есть, он хочет, чтобы ты говорил о его судах, чтобы ты был тем, кто оберегает его царство, кто приводит людей в это царство, Бог хочет тебя использовать таким, какой ты При этом будет преображать тебя, чтобы ты лучше, глубже, качественнее и точнее слышал Его волю, Его Слово. И когда ты будешь это слышать, ты помолишься больше, чем семь раз. Ты помолишься и не будешь останавливаться, пока это не произойдет. Пока это не произойдет. Бог решает действовать через людей. И мы помним историю другого человека Божьего. Это был Даниил. И вы помните, что в контексте, когда мы говорим о Данииле, в частности, Даниила 9 глава, 10 глава, вы можете посмотреть дома, потому что речь идет конкретно о главе. Даниил, читая книги, он видит Божьи обетования. Он видит о том, что через 70 лет тот плен, в котором он находился, в котором находился Израиль, он должен прийти к концу. И нечто начало происходить в сердце Даниила. Он начал ходатайствовать о том, чтобы то Слово, которое Господь уже сказал, начало воплощаться в жизнь. Вы помните, да? Илья тоже услышал Слово. Бог сказал это Слово, но ему нужно было молиться. И мы знаем о том, что Даниил, он начал смиряться, его настолько коснулось это, что он молился, напоминал Господу о том, что пришло время. Боже, помилуй, я ходатайствую за Израиль, за тех, кто отступил, и так далее, и так далее. И спустя некоторое время к нему является ангел Божий. Помните, да? Ангел Божий. Все перепугались очень сильно. И он его поднял и говорит, Даниил, муж сильный, я пришел к тебе. Услышана твоя молитва сразу. Но было духовное противостояние в течение 21 дня. Я не мог прийти и поговорить с тобой сразу. То есть, все это время он молился, он переживал. Три недели, друзья, он переживал об этом. Он говорит, ну я услышал сразу, но была определенная духовная брань, которую необходимо было пройти. И будет так, как ты говоришь. Бог услышал тебя, Бог отвечает. Друзья, Богу нравится взаимодействовать с нами. В этом один из важнейших аспектов понимания сути ходатайственной молитвы. Ходатайственная молитва, она же представительская молитва. Мы представляем нужды кого-то, мы обращаемся к Господу, мы говорим определенным ситуациям от имени Господа через Писание, от тех проблемах или вопросах, которые проходят. Один из важных таких сильнейших стихов, который говорит о ходатайственной молитве. Мы можем прочитать у Иезекииля, 22 глава, 30, 31 стих. Иезекииля, 22, 30, 31. Искал я у них человека, которого поставил бы на стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, падение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Искал я у них человека, у Израиля, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, но не нашел. Говорит, я искал праведника, который разделил бы мое видение, который бы обращался ко мне с просьбой об изменении, о защите от наказания для этих людей. Говорит, ну не было такого человека, поэтому люди встречаются с моим гневом. Все, я изливаю свой гнев на Израиль. Друзья, в этом вот коротком стихе один из важнейших принципов ходатайства. Бог смотрит на общины, Бог смотрит всеми, Бог смотрит в дома, Он ищет ходатайев. И знаете что? Как никогда и Украина, и Израиль нуждаются в этих ходатаях, которые бы представляли интересы Украины перед Господом, интересы Израиля, интересы верующих людей, там, где они сейчас особенно проходят сложные времена и серьезные давления. Бог ищет этих ходатайев, потому что весь этот мир, к сожалению, он и был испорчен грехом. Но есть милость Божья на изменение. И эта милость зависит от нас, верующих людей, от нашего ходатайства, от наших молитв, от того, как мы молимся. Друзья, это ответ на вопрос, почему я молюсь. Это ответ на вопрос, зачем мы приходим на молитвенное служение. Почему я пощусь вместе с молитвой. Бог желает со мной взаимодействовать. Мы в одной упряжке вместе с Ним, мы двигаемся вперед. Очень интересную мысль я нашел у такого служителя, как Питер Вагнер. Он говорит следующее. Послушайте. Мы должны понять, что наш суверенный Бог, исходя из своих собственных причин, так обустроил этот мир, что многое из того, что воистину является его волей, лежит в зависимости от отношения человека. Он позволяет людям принимать решения, способные повлиять на ход истории. Бездействие человека не сводит к нулю искупления. Однако бездействие способно сделать искупление неэффективным для неспасенных людей. Бездействие способно сводит к нулю искупления, друзья. Оно делает неэффективным. Бог так задумал. Мы с вами можем творить историю. Он считается с теми решениями, которые принимает человек. Мы соработники на его нивах. И он желает, чтобы мы отражали, и наши молитвы отражали его волю и его желание. Он в силе поменять этот мир мгновенно, но он желает это сделать вместе с нами. Шаг за шагом, молитва за молитвой, пост за постом. И с одной стороны, для нас, верующих людей, это ответственность. С другой стороны, это привилегия. Большая привилегия быть управляющим Господа, друзья. И мы молимся, делая свою часть, а он будет отвечать в то время, когда он посчитает нужным, таким образом, как он будет посчитать нужным. Но мы будем знать, что это идеальное время, идеальный способ, идеальный ответ будет приходить по молитве веры в те обстоятельства и в те жизни, о которых мы будем с вами ходатайствовать. Поэтому, друзья, обновляйтесь в молитве, зажигайтесь в молитве. Давайте мы будем поднимать свои руки без гнева, без сомнения, без обид, без неверия. Друзья, понимая, что да, я, вот такой человек несовершенный, могу быть услышан Господом. И по моей молитве он хочет и способен произвести свой результат на этой земле, как в видимом мире, так и в невидимом. Амин. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе, Божие, что Ты дал в нашей жизни то управление, Господь, которое от Тебя. Ты посчитал нас, Господь, способными управлять, как когда-то посчитал способным Авраама управлять. Ты, Божие, не уничижаешь наши молитвы, но Ты отвечаешь на них, готов слышать их. Ты, Господь, учишь нас молиться за хлеб, за других людей, за грешников, за обстоятельства, за этот мир, за самих себя. И Ты говоришь, помолись, может быть, три года, может быть, один раз, может быть, десять лет, но Ты молись, а Я произведу, Я сделаю, Я буду созидать, Я с Тобой прохожу этот нелегкий мир. Он дает нам власть наступать на всякую силу врага. Это не наша власть, но Его власть. Это не наша сила, но Его сила. Господь, дай нам смотреть на Себя, как на представителем Тебя, Божия, здесь на земле, здесь в этом мире. Боже, прости нас, что мы были, Господь, в неверии, что наши руки опускались, и мы цинично относились к молитвам, что мы, Господи, бросали все и говорили, какая разница. Господь, прости нас, Господь, что мы забыли этот восторг, Господь, Твоих шагов в молитве, Твоего роста, Твоего развития. Мы хотим расти, мы хотим, Боже, приближаться к Тебе больше и больше. Господь, зажги нас молиться, зажги нас искать лица Твоего, зажги нас, Боже, представлять Тебя, вести себя достойно Тебя, везде, где бы мы ни находились. Благословляем Твое имя, Святой Израиль, благословляем Тебя, Царь Вечности, благословляем Тебя в Бог крепкий. Я прошу за каждого человека, кто здесь, Господь, обновляй веру, обновляй сердце, Боже, обновляй разум, обновляй внутреннего человека, Господь. Мы Твои дети, и пускай это понимание будет глубоко у каждого в сердце, и пускай, Боже, радость от этого светится через нас, Боже, Святой. Мы благословляем Твое имя. Мы благодарны Тебя, Боже, за план Твой. Мы благодарны Тебе за милости Твоей. Мы благодарны Тебе за то, что Ты производишь в наших жизнях. Господи, помоги нам не бояться возлагать руки. Дай нам смелости, хуцпы Твоей, Боже, возлагать на больных, на тех, кто нездоров, провозглашать Слово Твое, Боже, в ущербные обстоятельства, в поражение, Господь, говорить Слово Твое, Боже, во имя Ишуа Мессии. Мы к Тебе возносим, Боже, наш взор, к небесам, откуда приходит помощь. Мы к Тебе возносим наш взор, Господь, ожидая от Тебя и злей, Боже, и злей на нас. Мы хотим знать Тебя, мы хотим знать Тебя, Боже. Мы сдаемся перед Твоей силой, мы сдаемся перед Твоим могуществом. Мы благодарим Тебя, Боже. Милосердие Твое велико, милость Твоя каждому. Ты великий Бог. Аллилуйя. Являй Твою силу, Боже, и Твое благословение. Да будет имя Твою прославлено, Господь. Да будет имя Твою прославлено. Ах, Боже, и Твою прославлено. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, обращайте свой взор к Нему, обновляйтесь во взаимоотношениях с Ним. Приходите на молитвенное служение, и пускай это будет радостью для вас, а не тягостью, зная, что есть Божья милость и Божья благодать, который слышит ваши молитвы и отвечает на ваши молитвы. Да будет благодать Господа на вас и на ваших домах, да будет Его милосердие с вами, да сохранит Он вас от злых людей, от неприятностей, несчастных случаев, да сохранит Он вас от войны и от всяких ужасов, да будет Господь оградою вашей, защитой вашей, благословением вашим при входе и при выходе, да благословит вас Господь, знать Его, следовать за Ним, да будет Господь вашим обеспечителем, вашей отрадой, вашей радостью во имя Ишуа Мессии. Я вас благословляю. Я вас благословляю. Служите Ему в радости, служите Ему с удовольствием. И да будет мир Божий и благодать Божья в ваших жизнях во имя Ишуа Мессии. И наше служение пришло к концу. Если вы нуждаетесь в молитве, вы можете подойти, мы помолимся за вас. Пускай вас Господь благословит. Наше молитвенное служение в среду в 6 часов. Ждем вас с нетерпением. Благословений. Субтитры подогнал «Симон»